Всем привет ещё раз! А сейчас хочу с вами поговорить насчёт того, как общаться же с человеком, у которого рак. Смотрите, это я увидела такой видос тут на ютубе, да, и решила тоже затронуть эту тему, потому что многие люди, которые у меня встречались на моём пути, вообще не боялись об этом говорить, спрашивать что-то очень аккуратно. Некоторые даже не знают, как себя вести с такими людьми, и затрагивать ли тему рака, или просто говорить там о сегодняшних вопросах, да, и так далее. Ну, и что скажу по себе? На самом деле ничего не вижу тут такого, чтобы с человеком не говорить об этом. Знакомый, близкий ваш этот человек, либо это просто какой-то незнакомый человек, с которым вы познакомились, то здесь ничего нету такого, чтобы не затрагивать эту тему. Тут, опять же, смотрите, тут такая ситуация. Играет роль, как именно человек к этому относится. Если человек закрытый в себе, для него это больная тема, то, конечно же, лучше не трогать. Но если человек нормально об этом говорит, мыслит, рассуждает, то здесь ничего такого нету, потому что я, допустим, тему рака рассматриваю с разных сторон. Я нормально об этом говорю. Если мне кто-то спросит, я не против поделиться, рассказать свой путь. Тем более, что я вещаю об этом, да, на просторах всех социальных сетей. Вот. Поэтому здесь ничего такого нет. У меня это не огорчает. Я нормально это воспринимаю. Я нормально об этом думаю. То есть здесь такого ничего. Да, это сложный путь, но чтобы не говорить об этом, не знаю, иногда мне наоборот хочется, чтобы мне спросили об этом, знаете. Вот. А многие как-то немножко аккуратно боятся об этом спрашивать. Но опять же, я не закрытая в себе. Я не проживаю это всё внутри себя. Я стараюсь вещать, об этом говорить, и это нормально. Я не знаю, почему некоторые стесняются об этом говорить. Потому что это не заразно. Здесь ничего такого нету. в плане это просто тяжёлый путь, который стоит пройти. Люди живут, и там инвалиды, ДЦП и так далее, и нормально пытаются жить, по крайней мере. Это сложно. Это морально, конечно, подкашивает. Это морально вводит из себя. Иногда у тебя качели какие-то определённые, постоянные. Но в плане подходить как-то к этому именно по аккуратности в разговоре. Не знаю, в моём случае можете задавать мне миллион вопросов по этому поводу. Всё, что знаю, всё, что пережила, поделюсь, расскажу. Потому что для меня это не проблема. Я об этом спокойно говорю. Я хочу, чтобы люди об этом говорили, делились. потому что это очень важно. Допустим, когда ты встречаешь даже в больнице людей, которые точно так же переживают этот путь, как и ты, то это родные, близкие, по духу тебе люди, потому что они проходят то же самое, через то же самое, что проходишь ты. Поэтому я лично за то, чтобы об этом говорили, говорили с близкими, спрашивали, что они чувствуют, как они это переживают, и попробовали, допустим, решить вместе эту проблему. Если, допустим, человек закрытый, не хочет об этом говорить, то человека, может, стоит аккуратно спросить, что он чувствует в этот момент, чего бы ему хотелось, как ему можно помочь выйти из этого состояния. Вот. Ну, а вы напишите, пожалуйста, в комментариях, кто за, кто как себя чувствует, кто, вот как, может быть, справлялся со своими близкими. Задавал вопросы, не задавал, закрытые, закрылись ли эти люди в себе или нет, наоборот, открытые. Вот. Мне тоже очень интересно, потому что, как бы, я знаю только со своей стороны, как я борюсь, вот, но я не знаю, как другие проходят этот путь. То есть, да, я предполагаю, что часть какая-то из них закрывается, как и я в первый год, потому что я тоже через это прошла. Вот. Часть какая-то об этом вещает, говорит, делится. Ну, вот. Вот. Поэтому мне интересно и ваше мнение. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ваше мнение. Ваше мнение.